Решать вопросы, в том числе и медицинского характера, пытаются активисты, в частности, члены недавно появившегося в области комитета по защите прав матерей. У нас в гостях одна из представительниц этого комитета Екатерина Филимонова. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Ну вот сейчас слышали, что лечат одни врачи, да, там принимают другие. Действительно такая проблема сейчас есть у нас в детских поликлиниках? Во-первых, благодарю за возможность прийти и рассказать о проблеме. Да, проблемы существуют. Плюсы и минусы. Плюсы, конечно же, в том, что сейчас идет разделение по блокам. В одном блоке принимают больных детей, в другом блоке здоровых. То есть попасть на прием, возможно, каждый день. Это плюсы и минусы вот некой реорганизации детских поликлиник, так это назовем, получается. Да, совершенно верно. Ну и на один минус, как показала практика, существует, ой, на один плюс существует 20 минусов. В частности, чтобы закрыть больничный лист, необходимо идти в блок, где принимают больных детей. То есть тот ребенок, который уже выздоровел и у которого организм еще не креп, находится от полутора до двух часов в блоке с больными детьми. То есть все равно пересекаются, получается. Пересекаются, да, и, соответственно, происходит по новой заражении. И такие случаи уже имеются. И у нас активно мамочки отписываются в нашей группе, да, эти детям детский сад делятся вот как раз комментариями. Также, когда осуществляешь вызов на дом, приходит не твой участковый педиатр, который знает твоего ребенка с момента рождения, который знает, какие прививки у него, какие особенности развития. И приходится некоторое время тратить на то, чтобы объяснить состояние здоровья ребенка. То есть как он развивался, какие у него есть, допустим, аллергии на какие препараты, ну и так далее. То есть это тоже неудобно. А почему так происходит? Приходит врач, который не знает ребенка. Ну потому что вот вели такой бригадный подряд, грубо говоря. То есть смена отработала, ушла, пришла другая смена. И вот так вот получается, что, ну, как я это вижу, кто свободен, тот и выходит. Раньше было по-другому, да? То есть приходил непосредственно врач, который увел ребенка? Конечно. Раньше приходил только твой участковый педиатр, который знал ребенка с момента рождения. С какими еще, ну, наверное, проблемами вы сталкиваетесь, вот когда помогаете, да, вот ваш комитет по защите прав матерей? С какими еще проблемами в сфере детской медицины? Ну, в частности, с нехваткой мест в детских садах, если говорить более масштабно, с чем мы сейчас работаем. Ну, что касаемо вот медицины. Мы сегодня спросили в нашей группе ВКонтакте людей, наших подписчиков, удобно, когда лечат разные врачи. Вот 46% отвечает, что есть и плюсы, и минусы, и 54% отвечают, что это недопустимо. Вот, собственно, тоже мнение людей о том, что когда лечат разные врачи, вот это недопустимо, пишут люди. Также мамы жалуются частенько, что приходится долго сидеть в очередях в поликлиниках. Так ли это? Очереди, они никуда не исчезли. Они существуют как и в здоровом блоке, так и в том блоке, где больные дети. Специалистов не хватает? Специалистов не хватает. Специалисты не выдерживают, увольняются, то есть и проблема кадров тоже существует. И вот, допустим, там, где выдают направление к лечащим врачам, вот там специалисты лично нам сказали, что их 40% всего специалистов от того объема, который должны занимать. И они катастрофически не справляются, им не хватает времени. И они нас просили жаловаться. Ну, вы мамой, и вы также сталкиваетесь, в принципе, со всеми этими проблемами, когда посещаете поликлинику. Совершенно верно. В поликлинике в среднем я провожу от 3 до 4 часов. Как оцениваете уровень профессионализма наших педиатров? Что можете сказать? На примере своего ребенка могу сказать, что моему ребенку 3,5 года за это время участковые педиатры поменялись 5 человек. Не задерживаются, да? Не задерживаются. Зарплаты? Мы не анализировали почему-то такая ситуация? Возможно, зарплата. Возможно, не справляются с нагрузкой. Да, и с нагрузкой, да, потому что дети у нас рождаются. И мы по проблеме нехватки мест в детских садах видим, что у нас дети у нас растут. А вот сады, поликлиники, участковые педиатры, они вот как были, вот так и остались. Вот вы создаете комитет по защите прав матерей. Что в ваших силах? Вот есть такие проблемы, вы с ними сталкиваетесь. Что вы можете? Донести информацию до чиновников? Как вы вообще с ним работаете? Да, мы доносим информацию до чиновников, мы проводим митинги, пикеты, получаем обратную связь от граждан нашего города, просим поделиться своими проблемами. И с этими предложениями мы выходим именно на заинтересованных лиц администрации нашего города. Вот кто-то из родителей, из мам, пап сталкиваются с такими проблемами, как им лучше поступить? К вам обращаться, например, если их что-то не устраивает в работе детских поликлиник? Мы даем консультацию. Вообще, с чего начать и куда пойти? Можно, конечно, напрямую в департаменты. Сложно обратиться? Ну, сложно, можно. Можно написать заявление, они обязаны рассмотреть его, у них есть определенный порядок. В течение 30 дней они дают письменный ответ на ту или иную проблему. Спасибо большое, Екатерина, что пришли, ответили на наши вопросы. Это новое.